окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате flying танк летающий танк фантастический постапокалиптический shoot em up который вышел прошлым летом запасайтесь булками готовьте лимонад друзья давайте взглянем на эту игру игру мне подарил сергей кряш за что скажем ему большое спасибо игра поддерживает геймпад и я буду играть именно на геймпаде русского языка в игре к сожалению нет сто лет назад пришельцы прибыли на землю они плыли по воздуху наполненные неизвестной энергией это были странные животные которые были к нам абсолютно равнодушны очарованы и тем что они так от нас отличаются мы их впустили в то время как они процветали и размножались наше количество продолжало уменьшаться и постепенно наша планета начала меняться до тех пор пока она вообще не перестала напоминать человеческий мир у нас молча украли землю в конце концов мы сформировали и рф на силы возвращения земли это коалиция цель которой уничтожить пришельцев с помощью ядерного огня но война с пришельцами оказалась провалом и она ускорила коллапс цивилизации на также превратила нашу родину в инопланетные пустоши сегодня остатки человечества не выживают за счет за счет какой-либо биомассы которую они могут собрать некоторые живут как дикария собирая ресурсы не обращая ни на что внимания в смысле как с пренебрежением скажем так а другие которые на возмущены военными усилиями разрушительными просто приняли я новый порядок вещей но только некоторые люди все еще борются за лучшее будущее некоторые из них и живут и работают на подземных фермах провиденса видимо город такой была защищена на брешь в периметре недалеко от наших жнецов биомассы а судя по всему собиратели снова рейд проводят тем не менее в этот раз мы готовы мы подготовили тебя и твой летающий танк а ну давайте их расстреляем видимо карт на которой мы будем миссии выбирать сержант вы меня слышите громко и чисто мадам позаботьтесь о том чтобы это был последний раз когда они проникли на территорию провиденса понятно итак игра у нас в жанре шут и мап то есть мы вот так вот летаем мы и стреляем наша задача так л т р т а вай бомба это вай не работает почему так проверяю все кнопки дайте мне да не стреляйте дайте мне ай что это такое это собрать надо ай подождите дайте мне привыкнуть к управлению удалите противников дайте мне разобраться какая кнопка что делает вай не работает это то же самое что рт так у нас там что перезарядка идет получается да так перезарядка я щас не уворачиваюсь я понимаю что проиграю я хочу посмотреть какие кнопки что делают так это у нас тоже перезарядка да плохо что мне не дали вообще возможности привыкнуть к кнопкам как-то разобраться что как работа это сразу ждали противников а я еще не знаю какую кнопку нажимать то надо потому что вай почему-то не работает хотя вроде было написано вай или я перепутал б при этом работает так а мы попытаемся вернуть им твоего танка сержант на к сожалению половина биомассы которую ты собрала потеряна понятно так танк восстановлен пробуем еще раз так вот вай не работает хотя написано вай специальная способность я щас на ворот б нажимаю вот это помощнее но тоже требует перезарядки ой человечков можно сбивать вот таким вот образом в воздухе мы получаем получается биомассу на фоне там что-то гигантское ходит это что такое здесь нужно постоять что сделал это все что осталось от женицов да извините мадам ну а судя по всему защита больше не является такой уж хорошей стратегией я меняю задание давайте найдем ихнее убежище в отместку отплатим за все что они нам причинили в общем провиденс это какой-то город где люди стараются как-то собирать биомассу какую-то в общем не знаю в чем судя этой биомассы что это такое то ли растение то ли что пока что непонятно какие-то шарики а есть те которые пытаются это забрать ай черт все оружие перезаряжается так много пока что мне не нравится что даже вот самое слабенькое оружие оно все равно перезаряжается то есть нет никакого оружия которое можно было бы просто спамить но обычно в шуте мапах так бывает что самое слабое оружие оно бесконечное но здесь не так в буквке зарядка в общем никакого никакой жалости не показываем в общем никакого никакой жалости не показываем а много а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ой-ой! Ах, ужасно! Ну, всегда видите, как вот так вот всё взрывается. Я смотрю, ты взяла всё в свои руки, мэр. Мистер Президент. У меня не было другого выбора. Сборщики, в общем, начали проявлять всё больше и больше агрессии с каждым днём. Нам нужно использовать боевые флоты. Нет. Жестокость порождает жестокость. Я не люблю жестокость. Я противник жестокости. Этот мир уже и так достаточно жестокости повидал. Когда-то ты тоже придёшь к такому заключению, что, в общем, нам ничего не нужно от этих, в общем, кто в пустошах живёт. Так что возвращаемся обратно. В общем, наслаждайся безопасностью и так далее. Слишком много текста. Дайте мне поиграть. Я пока что практически не пострелял. Только читаем и читаем. Слишком много чтения. В шутмапах обычно текста вообще минимум. Кратко говорят, лети туда, сделай тот, а всё. А тут мы почти не летали, ещё только читаем и читаем. Дайте мне уже полетать, наконец-то. Дайте мне как-то поразвиваться. Что такое? Наполнечание. Так, что я хотел сказать? Меня сбила президент, мэр. Я пока что в основном использую только пулемёт, самую слабую пушку, потому что она быстрее всего перезаряжается. Те, что перезаряжаются долго, мне как-то неинтересно вообще, потому что я из этого проиграть могу. В нужный момент будет перезаряжаться оружие, и что я буду делать в этот момент? Это будет как-то неудобно. Так, опять с нами хотят кто-то поговорить. Командор Нортон. Это командор Нортон из ЕРФ. Западного говорит. У нас тут огромные рои пришельцев формируются в зоне видимости. Ну, это получается то, что я могу заметить. Это клубы пришельцев. И мы как раз проводили рейд по сборщикам. Правильно сделали. Нужно отстреливаться обратно. В общем, отвечать им. Так, в общем, дайте мне поиграть. Я не хочу читать. Ну, что такое? Это не визуальная новелла. Дайте мне пострелять. Скажите мне просто лети туда, стреляя в пришельцев. Все. А то опять, опять читать. Ну, я не хочу. Слишком много чтения. Вот это мне не нравится. Я понимаю, в начале игры было такое вступление. Сюжет и все такое. Но сейчас уже не надо текста. Слушайте, мне не нравится то, что перезарядка. Вот даже вот этот пулемет, он перезаряжается. Это ужасно. Я не успеваю просто уничтожать некоторых противников, которых должен был бы уничтожить. В этот момент, вот пока идет перезарядка, они там пролетают. А вот там, в этом окошке. Пулемет в шутер-маке, это всегда оружие непрерывное. Что-то такое? Щит какой-то может быть. Подождите, это что, бомбы были? Вот эти синие. Я их подбираю специально. Ёлки-палки. Я подбираю, оказывается, бомбы, которые мне урон наносят. Я не понял. Или нужно их подбирать. Ничего не понял. Но там было что-то синее. Я это подбирал. Правильно же или неправильно? Так, наш танк нуждается в ремонте. Отправьтесь в гараж. Посмотрите, что вы можете сделать со своими этими самыми. Так, подождите. Я не понял. Это я потом, в конце, уже перед взрывом, заметил, что я подобрал вот что-то синее. А это, оказывается, не биомасса. Оно нам урон нанесло. Почему? Черт его знает. Что здесь нужно подбирать, что не нужно? Игра не объясняет. Это мне не нравится. И мне очень не нравится пулемет. Еще со времен шутер-мапов, в которые я играл на Денде, давным-давно в детстве, я помню, что всегда зажимаешь кнопку пулемета, и ни один противник, если только он не толстокожий сильно, к тебе спереди. Ну, с той стороны, куда ты стреляешь, не подберется, только сверху и снизу. А здесь не так. Я стреляю прямо, но потом идут разрывы между выстрелами, и противники успевают в эти моменты там пропихнуться. Это неудобно. Мне нужно какое-то бесконечное оружие, иначе хана. Так, а что мы можем здесь настроить? Это у нас что? Главное оружие. Автопушка Белия. Апгрейд стоит 170. Так, гранаты не надо. Тяжелая пушка. Мне нужен какой-то бесконечный пулемет. Только это. Какие-то еще дроны будут. Особое оружие. Пока что его нет. Вот почему у нас кнопка Y не работает. А почему тогда мне игра в своем начале говорит про эту кнопку Y? Это что я сделал? Это... ЛТРТ. Это у нас что, разные танки есть? Интерцептор, аронин. У него другие пушки вообще. И вот гидра там стоит какая-то. Перезагрузка тоже есть. А так, стоп. Куда я вышел? Нет, войди, войди в гараж. А как мне? Так, допустим, я хочу прокачаться. Перезагрузка тоже 3 секунды. Да не надо мне это самое. А я не могу... А, могу вот так вот выбрать какое-то, да? Слишком дорого. 2 секунды, 3 секунды, 2,5 секунды. Да нет, это мне не надо. То, что я имею перезагрузку, мне автоматически не нужно. Это самое быстрое. У этого что есть? 2, 2,5. Тоже самое поставить. Пускай будет гидра. Попробуем. Да куда ты не туда? Нет, нет, нет. Нет, войди. Камень... Как мне теперь... Вот это вот. 2 секунды, 2,5. 2 не интересует меня такая бомба. Тоже будет. Давайте попробуем... Вот эту, что ли? Вот этот корабль. Но те, которые перезарядку имеют наружу, меня не интересуют абсолютно. Почему он не стрелял сейчас? А, это что? Подождите, на что? Стреляют этим синим или что? Черт его знает, не понимаю, что собирать, что не собирать. Вот синий летит, его взять, не взять. Черт его знает. Не взять. Ой, как меден, оно устремляет. Нет. Что это впереди? Что с этим сделать нужно? Да что он бы не обрелся, я же стрелял. По крайней мере, нажимал на кнопку стрелка. Стреляет. Это что такое? Ничего не понял? Но что-то случилось. Почему мы светимся? Что происходит? Я хочу объяснение какой-то игре. Объясни, пожалуйста, что это было. Это хорошо или плохо хотя бы? Это нужно делать, а лучше этого не делать. Светиться зачем? Ну вот почему я же нажимал кнопку стрелять. Ну почему он в меня врезался? Какого черта? Я нажимал кнопку стрелять. Это перезарядка, я не буду уворачиваться за него из-за того, что перезарядка идет. Я пулемет использую для чего? Чтобы не уворачиваться. А те, кто по крайней мере спереди у меня летит. Что такое? Эта штуковина к нам летит. Какая штуковина? Прячься внутрь, быстро. Да нет времени, закрой дверь. Нет, прячься, прячься внутрь, я сказал. Что, что летит? Ой, я понял, что летит. Ну давай. Так, а когда он, когда он уже это сам? У него один глаз вроде не светится. Это зеленая. Нужно подобрать? Нет, я не помню. А, да. Это сторонняя. Так, вонючь демизию. Ой-ой-ой, теперь устреляет шейкер. Ай, да как же мне, он меня прижал и все. Что делать в этот момент, я не понял. Я максимально влево был. А что делать? Вверх нельзя, вниз некуда, вправо некуда. А здесь же безвыходная была ситуация. Там никак, это он просто зажимает. Там пространства ни снизу, ни сверху не было, чтобы как-то можно было облететь. Эм, не понимаю я. А здесь можно как-то увеличить нашу броню, к примеру. Скорость, нет? Воню. Эм, черт его знает. Знаете что, ребята, давайте, наверное, здесь мы уже с вами прервемся и подведем итоги. Если честно, я не могу сказать, что прямо слишком уж много проходил всяких шут и мапов. Немного все-таки не мой жанр. Но во многие я все-таки играл. Действительно, во многие еще со времен Дэнди. И они были лучше. Вот реально здесь антураж интересный. Выглядит все приятно. Звучит игра тоже довольно неплохо. Единственное, мне не нравится еще текста довольно много. Вначале, понятное дело, вступление. Но потом постоянно эти диалоги, разговоры мне просто как-то мешают. Я зашел сюда, чтобы пострелять, полетать, а не почитать, что там нам рассказывают. Но здесь больше всего мне не понравилось. Во-первых, это то, что даже самое слабое, самое-самое слабое оружие, вот этот пулемет, который в любом шут и мапе абсолютно непрерывно стреляет, здесь он имеет перезарядку. И, соответственно, моя стандартная стратегия никогда не уворачиваться от того, кто летит на тебя, просто потому что пулемет в него будет непрерывно стрелять. И уничтожит его. Здесь уже не работает, потому что пулемет прерывается там на секунду, на 2 секунды, в зависимости от корабля, от оружия. И противник все равно успевает пролететь в этот разрыв, в это окошко. Мне это не нравится, это неудобно. Обычно я уворачиваюсь в шут и мапах только от атак сверху и снизу. Но не от атаки справа. Кроме того, еще вот сейчас что-то непонятное было в бою с этим боссом. Он меня как-то прижал, но обычно всегда оставляется какой-то проем, чтобы в такой ситуации куда-то я должен был вернуться. Поэтому у меня закономерный вопрос. А что нужно было сделать-то? Вверх идти там некуда, потому что там, ну там, потому что уж некуда. Внизу тоже некуда, потому что луч его добивает до самого низу, до самой земли. Я максимально влево сдвинулся, ожидая, что как бы сейчас он подлетит прямо ко мне и прекратить свою атаку. То есть давая мне возможность как-то сманеврировать, резко вправо там, допустим, улететь, а потом он опять начнет стрелять. Но нет, он просто меня зажал и уничтожил. И что в этот момент нужно было как бы делать, я вообще не понял как-то. То есть немного мне, если честно, непонятно. Кроме того, летало всякое большое количество всяких там спецэффектов, шарики, светлячки какие-то, еще что-то. Я вообще не понимал, что из этого наносит мне урон, что из этого не наносит, что меня лечит, что меня калечит, что с чем нужно сделать, какие-то большие квадраты с четырьмя шариками, я помню. В общем, был такой. Мы его подобрали, корабль начал светиться. Зачем? Это типа фонарик или что? Вот это хорошо было или плохо? У меня не было времени посмотреть на полоску здоровья, я не видел. То ли нас подлечило, то ли нам урон нанесло, то ли... Вот что это было? То есть игра как-то не показывает, не объясняет, что здесь хорошо, что здесь плохо. Я собирал какие-то синие шарики до тех пор, пока не понял, что оказывается это бомбы, которые нас уничтожают. А я их собираю просто потому, что... Ну, розовые ведь шарики нужно собирать, это же хорошо. Розовые шарики это биомасса, она нужна для прокачки. Под конец, вот уже сражаясь с боссом, только я понял, что зеленые шарики, оказывается, нас лечат, а синие нас уничтожают, а квадраты желтые заставляют корабль светиться. Зачем? Я не понимаю. Я этого не понимаю. Игра этого как-то не объясняет. По поводу прокачки, я не понимаю, можно ли как-то купить корабль. Опять-таки, ничего не понятно. Вот у нас есть тут два кораблика, как бы... Я не понимаю, можно ли купить какой-то другой. Я не понимаю, можно ли как-то прокачать. Вот у нас есть показатель нашей скорости, показатель нашей защиты. У этого кораблика защита 209, скорость 45. Можно ли их прокачать? Непонятно. Мы можем оружие с вами поменять. Начальная, вторичная бомба и какое-то особое. Можем поставить одного из двух тронов. Также мы можем купить какой-то апгрейд, собственно. Но вот сам кораблик поменять я не понимаю. Причем по оружию я смотрю здесь в принципе как бы особо хорошего ничего как бы нет. Все имеет долгую перезарядку, поэтому зачем оно нам надо? В принципе так. Разве что по дронам по апгрейдам можно было бы посмотреть, но как бы вот и все. То есть в общем многого я еще не понимаю в этой игре, но пока что если честно вот игра выглядит приятно, игра интересная, игра завлекает, но играть в нее как-то совсем, совсем мне не нравится. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно с вами был Зоди. Удачи друзья, встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok